Всем привет! С вами Иван Теплов и сегодня мы научимся создавать интерактивные презентации в PowerPoint. Для начала давайте выберем макет. Пусть будет этот. Можем назвать презентацию просто интерактивная презентация. Давайте сделаем шрифт поменьше. Поменяем шрифт на сибой UI. Так, сделали красивое название. Теперь можем добавить описание или просто вставить так. Затем создаем новый слайд. Делаем какой-то заголовок. Я такой же самый текст напишу. Затем можем удалить чек слайда. Делаем вставку. Можем вставить какую-то фигуру. К примеру, вот такую. Мне такая не нравится. Давайте какой-то облачек. Вот облачко. И затем в разделе формат, не выходя из него, делаем надпись. И пишем первый пункт. Затем увеличиваем шрифт. И меняем шрифт. Затем копируем с помощью сочетания Ctrl-C. И вставить с помощью сочетания Ctrl-V. Переносим. Пишем тут второй пункт. Затем, например, третий, четвертый, как хотите. Я сделаю три пункта. Затем после этого выровняем в одну строчку. Затем создаем новый слайд. Первый пункт. Затем тут пишем, например, текст. К примеру, здесь будет текст первого пункта. Можно там еще что-то дописать. Я думаю, этого пока что хватит. Затем переходим на раздел вставка. Затем тут... Пусть давайте будет вот такой вот значок. И сделаем перейти по гиперссылке. Первый слайд. Оно автоматически это выбрасывает. Можем изменить оформление. Не будем сейчас морочиться насчет него. Даже можно поставить вот сюда. Вот так вот. Думаю, так хорошо. Здесь будет текст первого пункта. Можем скопировать в облачко первый пункт. Чтобы было понятно, что мы перешли на книгу. Но это не обязательно. Как вы решите. Затем дублируем наш слайд. Дублировать слайд. Пишем тут второй пункт. Везде заменяем первого на второй. Ну, первый на второй. И создаем третий. В принципе, мы задали нужные нам слайды. Затем, после этого, выделяем наше облачко. Нажимаем кнопку вставка. Затем выбираем действие. При щелчке мышкой выбираем функцию перейти по гиперссылке. Выбираем слайд. Первый пункт. Нажимаем ОК. Так проделываем с другими нашими пунктами. В принципе, мы проделали все нужные операции. Затем выделяем все наши слайды. Для этого нажимаем на первый слайд. Затем нажимаем сочетание клавиш Ctrl-A. Переходим на вкладку «Переходы». Затем выбираем нужный нам эффект. Мне нравится эффект соты. Уменьшаем длительность на 2 секунды. Или можно, в принципе, на одну. Я поставлю на полторы секунды. Применить ко всем. Я допустил везде ошибку в том, что у нас работает переход на первую страницу. Поэтому нам нужно изменить везде на другой пункт, на второй слайд. Все, мы отредактировали. Теперь все должно работать. Вот первый слайд. Входим на второй. Наводим на нужный нам пункт. Оно нас перебрасывает на него. Затем нажимаем на «Домой». Перебросила. Опять в меню, где мы можем выбрать пункт. И так работают все пункты. В принципе, так и делаются все интерактивные презентации в PowerPoint. Надеюсь, вам это видео понравилось. Если да, то прошу вас подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Иван. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok